Дмитрий Еловский, политический комментатор, ведущий канала Ходорковский. Лайв сегодня с нами на связи. Дмитрий, приветствую вас. Приветствую, коллеги. Так, будем разбираться, что же произошло в Урске. Я имею в виду сейчас даже в вопросе не прорыва, потому что есть уже состоявшиеся факты о том, все-таки как власти не среагировали, а возможно, ну как-то кто-то все-таки подсказывал, что нужно среагировать. Давайте мы сразу же начнем, если вы не против. 3 апреля мэр Орска, я напомню, это Василий Казупица, делает определенный отчет, я сейчас очень коротко цитирую, вода местами присутствующая, да, и так далее, это нормальное явление, он далее описывать технически не буду, но я, что важно, пообщался с жителями, живущими вблизи Урала. Опасения у людей, что их может затопить, нет. Вспомнили времена, когда Орск переживал половодье в отсутствие дамбы, тогда паводком топило дома на улице Набережной, сейчас такой угрозы нет. Это было 3 апреля, но тут далее нечто происходит. Да, можем, да, коллеги, показать этот пост Дениса Паслера, да, 3 апреля 2024 года, тут есть пост в Телеграме у него, можем, да, вот я выделил, тут 3 апреля, 18.40, не знаю, единственное же, это центральноевропейское время или киевское время, Денис Паслер, телеграм-канал его, губернатор Оренбургской области, он тут доложил Путину о ситуации с паводком в регионе, ну, в общем, говорит о том, что самое интересное и абсолютно не смешное для жителей региона, регион готов к ликвидации последствий паводка. Ну, то есть, исходящие данные есть, да, вот если рассматривать ситуацию как математическое уравнение. По сути, это уравнение решить-то можно, потому что неизвестные, грубо говоря, наверное, все-таки есть понимание, какими они могут быть, примерно хотя бы. Почему тогда логичный вопрос, это тот вопрос, который звучит сейчас в соцсетях, в Одноклассниках, ВКонтакте, где местная власть, почему не было предпринято какие-то решения. Тут не в техническом плане, Дмитрий, тут в плане, как власть могла бы, наверное, эффективно работать. Да, я понимаю. Слушайте, ну, на самом деле, проблема-то не новая. Я бы хотел напомнить сериал «Чернобыль», да, и вообще эти события, которые были. Я думаю, многие зрители смотрели эту ленту абсолютно великой, замечательной и гениальной. Я вот сейчас как раз вспомнил оттуда цитату, когда, собственно говоря, произошел взрыв на атомной электростанции, и один из функционеров, один из начальников этой АЭС, когда мне спрашивали, как дела, он говорил, «Not great, not terrible». Не ужасно, но и непрекрасно. А там уже, значит, полная катастрофа, уже, значит, облако радиоактивное несется в сторону Норвегии. Ну, не ужасно, но и непрекрасно. Ну, в целом, мне кажется, это такая мантра, которая живет, ну, уж точно, с середины 80-х по наши дни в каждом советском начальничке или, там, не знаю, директоре, или как угодно назовите, мэрии небольшого российского города. Главное, сделать вид, что все неплохо. Главное, сделать хорошую мину при плохой игре. Авось принесет. Авось не узнают. Авось по шапке не надают. Ну, это, конечно, полное попустительство. Это очередной, во-первых, пример классической русской коррупции и распила. А во-вторых, в нем есть и совершенно приметы нового военного времени, в котором Россия живет. На самом деле, я полагаю, что без помощи Запада, без западных предприятий, без расходников, ни одно техническое или технологическое предприятие в России нормально функционировать не может. Насколько бы оно импортозамещенным, рублевым, исконно-посконно русским не было. Я полагаю, что эта станция еще докажет нам верность моей теореме, но при этом мы точно можем говорить, что человеческий фактор не меняется, не менялся, и он будет таким, как мы видели сейчас, мелочным, вороватым и надеющимся на то, что сверху никто не узнает и как-то удастся избежать кары из федерального центра. Это то, чего, на самом деле, боятся чиновники в России. И мэры, и градоначальнички. Не гнева народного, да, а то, что из Москвы приедет начальник, снимет с должности и еще там тащит за собой вниз половину своей местной вот этой чиновничьей рати. С вами действительно тут абсолютно все согласятся. Событие 38 лет назад, то, что тогда произошло в Чернобыле, и спасибо, что вспомнили сериал. Тут уже вот скоро очередные, да, очередная годовщина аварии, 26 апреля. Но да, нам, да, мы специально вот показали то, что мэр Орска говорил, что далее губернатор. Все-таки, ну вот мэр, в частности, вот фамилия еще раз Казупица, я так не запомню. Казупица, он не поплатится все-таки своей должностью? Как вы видите это? Я думаю, что мэр не поплатится, но, скорее всего, посадят технических директоров, те, кто отвечал за, вот именно за техническое оснащение этой дамбы на таком, на среднем уровне. Вот против них будет и уголовка, и скачать никому не удастся. Притом, я полагаю, скорее всего, я работал с такими людьми, я знаю их. На самом деле, это честные люди, это хорошие люди, которые, скорее всего, уже давным-давно бьют во все колокола, кричат и орут о том, что это так быть не может. Мы при таких технических условиях, мы не вытащим. Будет авария, будет страшная, будет ужасная. И, скорее всего, я полагаю, что люди такого уровня, да, ну, и давайте, как бы, скажем честно, да, там, советские технари, они еще не перевелись, и существует хорошая школа советская, да, вот они еще, как бы, может быть, мы должны сказать им спасибо за то, что не было этого прорыва еще раньше, и еще больше жертв и жизни не вынесла, да, эта авария. Но я думаю, что людям, которые занимают посты, ну, примерно, там, от начальника этой дамбы, от директора предприятия, да, до мэра Орска, конечно, ничего не грозит, и, конечно, ничего не грозит ни мэру Оренбурга, ни другим начальникам, не говоря уже, там, про каких-то федеральных чинушек, их кара-кара обойдет. Но вот я думаю, что низшее звено и средний уровень, конечно, ответят, как всегда, быть виново-стрелочник. Нет, Песков заявил о том, что Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву обеспечить охрану правопорядка и имущества граждан в районах подтоплений, в Тюменской области, в том числе. Ну, во-первых, первый вопрос, а разве сам Колокольцев не умеет сам справляться, не знает своей обязанности, что, в принципе, ему необходимо делать по написанным документам. Ну, то ладно. Просто такая формулировка, она заставляет задуматься, насколько автономны в своих решениях региональные чиновники, главы министерств и прочее. Ну, то есть, правильно ли связывать произошедшее в Оренбургской области и еще в двух областях, если правильно понимаю, в Башкортостане также могут быть проблемы, в Челябинской области могут быть проблемы, в Казахстане могут быть проблемы в том числе. Правильно ли эту проблему связывать с Путиным, как главой Кремля, который по своим конституционным обязанностям, ну, давайте говорить откровенно, дамбами не должен заниматься в Оренбургской области и вообще думать о них? Ну, вы совершенно правы. Тут у Путина, конечно, по-хорошему в любом развитом демократическом обществе была бы, наверное, только лишь роль публичная, да, человек, который там приехал бы на место, как-то там выражал бы какие-то эмоции, поддержку, может быть, да, скорбь там, типа погибшим, как-то старался бы выделить дополнительное финансирование на ликвидацию последствий наводнения. Но, как бы, русский зритель привык к сильной руке, поэтому Путину ничего другого не остается, как начать, как быть вновь капитаном очевидность, да, и говорить, что вот, товарищ Ковокольц, вы, значит, не допустите там мародерства, а если вы мародерцы будут, то вы уж, пожалуйста, их там по всей строгости закона, так сказать, накажите. Ну, как будто все это уже и так, как бы, знают, это все уже ясно, очевидно и прописано. Что касается региональной власти, только она, конечно, не самостоятельная. И тут ведь забавно еще, знаете, что, что Министерство чрезвычайных ситуаций, которое раньше возглавлялось господином Шойгу, который сейчас является министром обороны, да, вернее, нападения Российской Федерации, это было мощное ведомство, которое постоянно работало, и которое было самое публичное, и Шойгу был какое-то время второй популярности, собственно говоря, человек в России, его рейтинг был зашкаливающий, потому что, ну, почему? Потому что, конечно, все время случаются или паводки, или пожары, или наводнения, или что-то еще, и везде Шойгу, который вроде как решает вопросики. Но вот сейчас Шойгу вопросики не решает, а только лишь создает. Путин, наверное, в этой конфигурации, да, ну, как бы святое место пусто не бывает, поэтому вот он пытается сейчас красоваться на фоне тех катаклизмов и тех бед, которые случаются. Ну, я думаю, что в целом людям должно быть очевидно, что это следствие только лишь его политики, только его расхлябанности, ну, и каждый губернатор, собственно говоря, его же не люди выбирают губернаторов, да, это тоже ставленник Путина, но, к сожалению, вот эта связка пока что в головах россиян не работает. То есть слишком далеко Москва, слишком близко Оренбург и Орск, но вот этой спайки, да, что весь этот трэш, да, происходит исключительно из-за того, что в главе государства Путин, который уничтожил и прямую демократию, и выборы губернаторов, вот ее покажется на эту войну. Тут вообще ситуация, Дмитрий, мы как раз с вами тоже об этом говорили, да, вот из недавних событий. О теракте Крокусити Холле 20 часов молчал. Подмосковье, когда замерзало зимой, да, потому что, ну, прорыв за прорывом и так далее. И награды ранее получали, которые назывались прорыв года, а потом прорывы происходили, тоже молчал. И жители уже писали к нему обращения. А он где-то на Камчатке, извините, в теплицах смотрел, как там выращивают овощи да фрукты. Ну, это правда, это же реальные события. Я сейчас абсолютно, да, даже ни к чему не можно здесь ко мне что-то кинуть в мой огород, потому что это реальные факты. Где надо, молчи. Казалось бы, где надо, не говорит. Когда не надо, как-то... А здесь быстро отреагировал. Наверняка вот как-то решили, все-таки надо возобновлять, вот показывать, что все могу и все решаю. Ну, наверное, наверняка надо как-то было накануне и заранее решать какие-то вопросы. Также все-таки возвращаюсь к тому же и теракту в Крокусити Холле, хотя, возможно, кто-то скажет, как-то несопоставимо. Да все сопоставимо. Здесь как раз вот обеспечивать безопасность глава государства должен был. А здесь же сейчас тоже вопрос безопасности на самом деле, потому что, ну, уже ситуация произошла. Паводок действительно очень серьезного уровня. Есть информация, которую сами же российские власти подтверждают, и местные власти, что 10 числа, 10 апреля все-таки будет пик, пик паводка и какие будут последствия тоже, да. Ну, то есть, интересно, я вот здесь с вами согласна, что все-таки это политика того, кто руководит государством. Поэтому вот это сегодня, то, что происходит, я сейчас с зрителем Российской Федерации, на самом деле это вот результат как раз деятельности главного вашего лидера, главного лидера вашего государства. Потому что когда российская армия и российские оккупанты ударили по Каховской ГЭС, многие как раз Российской Федерации очень радовались, смотря на кадры, извините, но это правда, да. А сейчас... Абсолютно верно, да. Я просто говорю так, как есть, и многие радовались и говорили, что это вам месть там за что-то, акт возмездия и так далее. Да нет, вы видите, на самом деле природа берет свое, и природа, ну, на самом деле не будет спрашивать, а природа будет только спрашивать у того, кто должен вам обеспечить безопасность. А сейчас на самом деле вот и действительно приходит... Знаете, это не только природа. Да, Дим, пожалуйста, я могу долго говорить, поэтому пожалуйста, да. Вы совершенно правильно говорите, я не хотел вас перебивать, но это, конечно, не только природа, как бы в плане вот силы природы, да, но это еще и природа хомосоветикуса, да, который еще раз вороват, еще раз разглядяй, а это сейчас еще все и помножено на изоляционизм, на санкции, на то, что... На кадровый вопрос, давайте тоже о нем не забывать, да, о том, что многие мужики, у которых есть вообще какие-то, не знаю, которые могут в руках, наверное, что-то держать, да, они решили пойти на СВО, так называемую, да, то есть есть огромный колоссальный кадровый кризис, о котором мало говорят, но он при этом существует. И давайте вспомним недавнее землетрясение на Тайване, да, вы говорите силы природы, но вот тоже как бы силы природы, против них ничего не сделаешь, да, но при этом Тайвань вышел, ну, посчитайте, вообще просто отрехнулся, да, от этого землетрясения и дальше себе бодрейше зашагал. Тут мы с вами говорим про реку Урал, которая, конечно, как бы не Лена, там, не Иртыш, да, ну, большая река, ну, окей, как бы, и она как бы давно уже там существует. Ну, в общем, то, что вы говорили про Путина, да, и про его реакцию, я думаю, что тут мы имеем дело с тем, что, во-первых, там есть несколько башен, которые явно борются друг с другом. Кто-то ему говорит, что вот сиди, помалкивай, пока, как бы, ситуация не выправится, а кто-то другой может говорить, что, ну, вот, сейчас надо выступить, сейчас надо, значит, у тебя там Квакольцев недоработал по, значит, Крокусу, вот сейчас можно его еще раз, как бы, ипнуть. Ну, и мы знаем, что в целом, как бы, сам президент довольно, сам Путин довольно неуправляемый товарищ, вот, поэтому я думаю, что ему, чтобы его советники не говорили, все равно все будет, как вы решили. В конце, Дмитрий, сейчас российские журналисты, мне язык не поворачивается. Назвать пропагандисты. В эфире Первого канала показали сюжет допроса ФСБ, сотрудников, сотрудниками ФСБ, участников террористов, совершивших теракт в Крокус-Сити-Холл. Ну, все стандартно и понятно. Утверждают, направлялись в Киев, куда ж еще. Как же, как можно, интересно, просто возникает вопрос, на который почему-то в России пропагандистском вот этом корпусе не могут ответить. Расскажите, как проехать через Брянскую область в Украину, в особенности, если там заминировано, я не знаю, даже десятки сотни километров с российской стороны и с украинской стороны тоже заминировано и прочее. Ну, то ладно. Может, был какой-то план, они его придерживались. Так вот, направлялись в Киев, должны были выдать по одному миллиону рублей каждому, я так понимаю, исполнителю. Новый виток, как я понимаю, вот этого бреда со стороны пропаганды. С какой целью? Вот тут уже называют деньги конкретно. Тут назвали какого-то сейфуло, который был якобы связным с этими террористами. Цель какая? Ну, власть продолжает натягивать сову на Крокус. Тут, может быть, несколько причин того, почему они это делают. Первое, конечно, что самое логичное, что приходит на ум, это оправдать новую волну мобилизации или придумать какую-то новую форму для того, чтобы собрать кадры на войну. Может быть, это какая-то контртеррористическая операция будет или что-то такое. Во-вторых, конечно, мобилизовать и бизнес, и элиты, которые существуют в России вокруг идеи войны с Украиной. Могут, они во все виноваты. Ну и третье, конечно, каким-то образом дать понять, что вот не зря мы все это делаем, не зря мы начали войну. И видите, какие они вероломные и хитроумные. Украинцы даже вот таджиков, значит, на свою сторону приманили. Есть еще четвертая, более конспирологическая, как мне кажется, версия. Она стоит в том, что Россия очень хочет открыть второй фронт в Средней Азии. Но мне кажется, что пока что на это нет ни сил, ни возможностей, ни ресурсов. Контраргумент, который у меня есть, да, против украинской версии. Мне кажется, что если бы я, вот представим себя, был бы там диктатором, авторитарным лидером, ну я бы, наверное, конечно, боялся бы перевешивать таким образом вину на теракт на сторону Украины, против которой я уже два года в сцене войны нахожусь. Потому что это говорит обо мне как о полном идиоте, который не может ничего поделать. И два года вот я как бы воюю с людьми, а они все равно меня бьют. И бьют в самое сердце, в самом элитном, собственно говоря, районе Подмосковья, в Крокусе, который, по идее, должен быть, да, суперклассно защищен. Я бы вот кого угодно обвинял бы в этом, кроме украинцев. Потому что, по-хорошему, у меня с краинцами, наверное, все должно быть чики-пики. Но вот мне кажется, в этом есть какой-то просчет. Не знаю, многие ли обращают на это внимание. Но натягивать, да, вот как пишет тоже, как написал плитолог Владимир Пастуков, пришивать тюбетейку к шароварам у Кремля получается очень хорошо. Но в целом ничего удивительного, потому что используют они при этом пытки, насилие, давление, оружие и унижение человеческих достоинств. Не могут ни к чему, кроме врать, непосредственно это видно. Не могут своих граждан защитить от теракта, от исламского государства. Как сказал Мениханов, глава Татарстана, 2 апреля, по-моему, очнитесь, ребята, нас никто не защитит после удара беспилотника по Алабуге. Ну, тут, мне кажется, более красноречиво невозможно описать власть Российской Федерации, России. Спасибо вам огромное, Дмитрий, рады вам всегда в эфире «Фридом». Дмитрий Иловский, напомню, был с нами на связи, политический комментатор, ведущий канала «Ходорковский лайф». Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.